Всем привет, кто к нам присоединился. Вы смотрите новости ММА. Я подготовил мощный выпуск. Приятного просмотра. Поехали! Нгану начал бой с лоу-киков, после чего проверил челюсть Меочича тяжеленным оверхендом. Когда же чемпион остался стоять на ногах, Фрэнсис, защитившийся от тейкдауна, сам перевел Степи на канвас, попутно наградив того серией своих фирменных бомб. Хищнику Нгану почти удалось финишировать Меочичу уже в первом раунде, но Степи показал мощь своего подбородка, продолжил раунд. Однако во втором раунде Нгану довел дело до конца, когда почти что через минуту нокаутировал Меочича. После обмена ударами Меочич пошел под откос, а Нгану нанес жесткий удар, завершивший этот бой. Нгану стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Если верить словам Даны Уэйта, да Буя, то теперь нас ждет бой Нгану против Джон Джонса. Послушайте, как профи реагируют на жесткий нокаут Фрэнсиса Нгану над Степи. Хабиб Нурмагомедов написал «Мои поздравления, Африка, теперь у тебя три чемпиона UFC». Тем самым он намекнул, что нигерийцы Камара Усмана и Сраиля Десанья удерживают титул UFC в полусреднем и среднем весе соответственно. Далее реакция Джон Джонса «Покажите мне деньги». Крис Клеменс «Ничего, кроме хороших слов Меочича, нельзя не сказать, но нужно признать, что Нгану стал чемпионом мира. Это адская история». Бен Аскрен «Черт, Фрэнсис такой мощный». Билал Мухаммад «О боже, спокойствие, Фрэнсис самый устрашающий парень в мире». Майк Перри «О боже». «Исраиля Десани», «Кинг Конг», «Ланда Ваната». «Поздравляю, Фрэнсис, вы, ребята, думаете, что им следует запустить трилогию или устроить матч с Джон Джонсом?» «Александр Волкановский». «Это было нереально». Кенни Флориан «Чистое доминирование от Нгану, разрушитель черепов». Джереми Стивенс «Херб Дин сделал все возможное, чтобы спастись от последнего выстрела». «Вау, Фрэнсис Нгану, какая невероятная история, поистине мощная. Степи Меочич, по-прежнему лучший чемпион в тяжелом весе UFC». Рафаэль Асунсау «Ух ты, какой сильный мужчина». «Алджмейн Стерлинг, это было страшно. Бой, в котором я не хотел бы, чтобы ни один из парней проиграл. Оба, они просто отличные люди». «Татьяна Суарес, мой бог, это страшный человек». Джимми Манува «Да, Фрэнсис Нгану, энд нью». 24 апреля стартует турнир UFC 261. Ожидается огромный успех. Все потому, что в Джексонвилле на арене V-Star Veterans Memorial Arena соберутся зрители. Это будет впервые после UFC 248 седьмого марта прошлого года. С тех пор турниры UFC с болельщиками на трибунах не проводились из-за действующих ограничений. Дана Уайт недавно с радостью объявил о будущем успехе UFC 261. По словам Уайта, на турнир пустят 15 тысяч фанатов, что считается рекордом по аудитории для арены. Дана уже отметил, что очень рад тому, что турнир стал одним из самых продаваемых в истории UFC. У себя в соцсетях Уайт обратился к болельщикам по этому поводу и написал «Спасибо фанатам UFC. Распродали за несколько минут. Одна из самых быстрых продаж билетов в истории UFC. Рекорд арены по наибольшей выручке. 15 тысяч зрителей. Увидимся в Джексонвилле!» В главном событии турнира UFC 261 чемпион в полусреднем весе Камару Усман во второй раз будет защищать свой титул против Хорхе Масвидаля. Вели Чан будет защищать свой титул против бывшей чемпионки Роуза Маюнас. А еще будем поддерживать Валентину Шевченко, которая поставит на карту свой титул против Джессики Андраде. Какие ваши мысли, друзья, после просмотра турнира? Что думаете победе Нгану? Давайте обсудим все в комментах. И до встречи в новых выпусках. Всем удачи. Пока.